Уважаемый Нурсултан Абишевич, уважаемые главы государств, участники заседания. Прежде всего, хотел бы выразить чувство глубокого уважения всем главам государств и руководителям делегации, а также сердечно поблагодарить президента Республики Казахстана Нурсултана Абишевича Назарбаева за радушное гостеприимство и высокий уровень организации сегодняшнего мероприятия. Пользуясь возможностью, позвольте выразить признательность всем нашим партнерам за очень значимую для нас поддержку в связи с безвременной кончиной первого президента Республики Узбекистан Ислама Абдаганиевича Каримова. Ислам Абдаганиевич внес свой достойный вклад в развитие и становление нашей организации. Мы очень ценим, что трудное для нас время вы были вместе с нами. Уважаемые участники заседания, Шанхайская организация сотрудничества сформировалась в качестве авторитетного сообщества стран, нацеленного на обеспечение мира и безопасности, процветания и устойчивого развития нашего региона. Пользуясь случаем, хотел бы искренне поздравить уважаемого премьер-министра Индии господина Наренду Моди и уважаемого премьер-министра Пакистана господина Наваза Шарифа вступлением в семью ШОС. Убеждены, что членство Индии и Пакистана в ШОС создадут принципиально новые возможности для дальнейшего развития нашего многопланового сотрудничества. Уважаемые участники заседания, на безопасность наших стран негативное влияние оказывают непрекращающиеся вооруженные конфликты в различных регионах, растущие масштабы новых вызовов и угроз. На этом фоне мы рассматриваем проблему скорейшего нормализации ситуации в Афганистане как важную составляющую мира и безопасности в нашем обшимном регионе. Узбекистан решительно поддерживает усилия афганского народа и международного сообщества по восстановлению мирной жизни в стране. Уважаемые друзья, пользуясь предоставленной возможностью, хотел бы остановиться на наиболее актуальных вопросах дальнейшего повышения эффективности деятельности нашей организации. Во-первых, сегодня международные террористические группы и деструктивные силы все более активно применяют в своей деятельности информационные технологии, агрессивно используют их для зомбирования нашей молодежи и распространения идеологии насилия. В этой связи предлагаем внести изменения в учредительные документы и наделить региональную антитеррористическую структуру ШОС полномочиями по организации системы мониторинга возникающих угроз в глобальном информационном пространстве и противодействия им. Во-вторых, важно усилить конкретные совместные меры по недопущению вовлечения подрастающего поколения в деятельность различных террористических и радикальных структур. Считаем, необходимо обратить особое внимание просвещение духовному и нравственному воспитанию молодежи, формирование у нее стремления к знаниям и самосовершенствованиям. Полагаем также важным содействовать широкому разъяснению истинных ценностей просвещенного ислама, который всегда призывали и призывает всех нас к добру, миру и толерантности. В этих целях в Самарканде при поддержке организации исламского сотрудничества создается Международный исследовательский центр имени имама Бухари, великого богослова, автора сборников самых достоверных изречений пророка Мухаммада, который признан второй по значимости книгой после священного Корана. Думаем, что работа этого центра позволила бы содействовать межконфессиональному, межнациональному и межрегиональному диалогу. Мы рассчитываем на активное участие представителей духовенства стран ШОС в работе создаваемого центра. В-третьих, Узбекистан выступает за последовательное углубление торгово-экономической связи со странами ШОС. Важное значение мы придаем совместной реализации масштабных проектов в рамках китайской инициативы «Один пояс – один путь». Важнейшим приоритетом нашей организации должно стать раскрытие имеющих огромного транзитного потенциала региона ШОС. На наш взгляд, скорейшее начало строительства железнодороги Китай, Киргизстан, Узбекистан позволило бы обеспечить кратчайший путь для выхода наших стран на мировые рынки. Предлагаем также наладить механизм регулярных встреч руководителей железнодорожных администраций стран ШОС для выработки согласованных предложений по эффективному развитию транзитного потенциала всего региона. В развитии экономик наших стран и укреплении взаимопонимания между народами важное значение также приобретает налаживание прямых связей между регионами и деловыми кругами государств-членов ШОС. В этой связи поддерживаем предложение российской стороны об утверждении форума глав регионов государств-членов ШОС. В-четвертых, представляется целесообразным разработать перспективный перечень приоритетных направлений сотрудничества сферы науки и техники, продумать конкретные механизмы их финансирования и реализации. В числе важнейших направлений видим кооперацию ведущих научно-исследовательских учреждений, прежде всего в таких сферах, как биотехнологии, генная инженерия, альтернативная энергетика, в том числе солнечная, ветровая, биогазовая и малая гидроэнергетика. Также считаем необходимым продолжить укрепление взаимного доверия, добрососедства и дружбы между государствами и народами ШОС. Предлагаем рассмотреть возможность учреждения центров ШОС постоянно действующих институтов народной дипломатии. Проведение в этих центрах культурных форумов, совместных выставок, конференций и встреч позволит укрепить связи и взаимопонимание между нашими народами. Уважаемые участники заседания, в заключении позвольте вновь поблагодарить Нурсултана Абишевича, как одного из основателей Шанхайской организации Содружества, за его личный вклад в успешной организации саммита в Астане. Примите также, Нурсултана Абишевич, искренние поздравления и пожелания успехов проведения выставки Экспо-2017. Такое масштабное международное мероприятие впервые проводится в нашем регионе, грандиозная подготовка к этому мероприятию, возведение короткие сроки современной инфраструктуры с применением зеленых технологий, свидетельство об огромном потенциале экономики Казахстана. Хотел бы также поздравить председателя Китайской Народной Республики и уважаемую господину Си Цзиньпина с принятием председательства в ШОС на очередной период и пожелать ему больших успехов в реализации этой ответственной миссии. Благодарю за внимание.